ребята всем привет что-то мы давно с вами не были на кантонской выставке а так как нам еще приехала татьяна анатольевна она в общем узнала об этой выставке она горит хочу посетить в общем сегодня с вами пойдем на кантонскую выставку на выставку мирового масштаба посетим поглазеем на какие-то новинки покажем вам эти все масштабы пойдемте у нас с катей есть пропуски у татьяна анатольевна нету пропуска мы пришли на регистрацию прошли контроль досмотра сейчас идем заполнять анкету для этого нужно 100 юаней это самый легкий способ не нужно ни на какой-то сайт заходить не регистрироваться заранее за подошел заполнил анкету отдал 100 юаней и получил пропуск а также можно это сделать бесплатно на официальном сайте canton я не знаю как сайт называется я напишу внизу адрес сайта можно зайти и оставить анкету и получить пропуск бесплатно здесь в общем имеется такой бланк с этой стороны написано по-английски все а с этой на китайском кстати если у вас есть визитные карты обязательно с собой берите потому что они на выставке очень нужны будете обмениваться с поставщиками визитными карточками они плюс вам свои карточки если у вас нету с собой фотографии обязательно берите потому что здесь вам придется отдать 30 юаней обязательно кэшом вича там не принимает вообще никакой платежной системы не принимает только кэшом все идем дальше на регистрацию дали пропуск и далее значок я 2018 124 выставка у нас и она мне еще прокатила мой старый пропуск он у меня взлохматился о теньки все теперь он у меня час уж как новенький таки здесь такие ходят автобусы что перебраться на ту сторону общем мы решили впервые прокатиться на автобусе или мужа катались как кажется не катались почему автобусы перевозят с одного блока ко второму к что это стиральная машина вау три с половиной килограмма загрузка то сюда год на стену можно закрепить его да здесь выставляется режиме 3 с половиной но так то принципе нормально да конечно конечно прикольно я впервые вижу ты уже видела такое я видела на там вау таки я вот допустим себе такую для маленьких ванн для наших российских хорошо прям мне кажется тема тимачная цена это 160 долларов стоит это стоит 230 вот это микроволновка для приготовления 100 процентов тушение серия серия для тушения воду наливаешь для тушения это микроволновка я думаю это это духовка смотри ретро стена и правом нашли такие вот печи прикольные инвекторные представляете смотрите он внизу инвекторная печка на противник видимо укладывается еда присутствует даже пластмассовые ручки так вот укладываем включаем и здесь вот прям инвекторная печь это отслеживает холодильник будет показывать в какое время а еще этот холодильник умеет закрываться после 7 часов да на замок на замок ретро стиль кондиционера вот это стиралка видимо еще переворачивает удобная загрузка да конечно наклоняться короче это для очищения пор вот это шлем для стимуляции роста волос лазерная стимуляция а здесь тоже чтобы волосы здесь вот такой вот общем валик можно подкладывать под спину и плюс ко всему он еще и вибро вибро у него есть функция наш по нажимаете на разных вот прям в глазах мельтешит и прям не фокусируется он так трясется в глазах такая мутная картинка стоит вы видите это нет а блин очень супер 30 29 долларов стоит такая штучка вот такие павильоны всегда собирают кучу людей слав ну как о-о-о-о приходит подкидывает прям вот там гора что делает ё-моё он мне прям подкивал он что делает маленько можно покататься но недолго надоедает зашел в такой отдел здесь продаются коптеры и вот здесь посмотрите такая копия мавика в общем он здесь сенсоры есть это подсветка я так понимаю выполнено все не очень мягко говоря не завидите вы или нет но выполнено все неаккуратно как-то как топором сделано стоит 350 долларов вот такое это вообще прям копия фантом в общем какая-то компания просто решила сделать свой бренд вот все если честно выполнено как-то некачественные какие-то провода торчащие не знаю это все среди какой чехольчик интересно на магнитика оба сюда можно положить карточку на метро допустим да классно кстати сейчас очень популярная тема я не знаю как где но китай вот именно мы такие уже видели в магазинах касса самообслуживания точно касса самообслуживания подходишь пикаешь бах выдает тебе счет чек дает можно картой рассчитаться да 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 бах и он это цвет это бах а бах В этом павильоне, кстати, тоже всегда очень много народу. Всем почему-то интересна эта тема. Это принтеры для ногтей. Я смотрю, мы потеряли тещу, она там просто стоит, ее не оторвать. Она увидела, как мужичку делают ногти. Он делает фотографию своей дочери на ногте. Который найгорший? Кто найгорший? Не, может бумажка. Это фигня какая-то. Фигня? Не, ну фотография фигня. Можно же что-то такое интересненькое нанести. Какие-то сложные, которые мастер в принципе не может нанести. Фотография это полная чушь, это просто рекламный ход, что показывает якобы, можно якобы фотографию даже нанести. Да, я согласна, что такой маникюр делать, ну, наверное, хорошо. Да, я знаю. Потому что сложные, сложные какие-то рисунки мастер так не сделает. В общем, вращается внутри такая, как сказать, два пропеллера, да, таких. И на нем проецируется, на них проецируется любая картинка, которую загрузишь, так понимая. Можно разместить любую рекламу. Смотрите, что мы нашли интересненького. В общем, вот такой вот аппарат, он, в общем, проецирует картинку. У него есть, я так понимаю, батареи, по блютусу можно передать сигнал. Своя прошивка у него есть, да, у него можно YouTube включить. У него по Wi-Fi все это дело работает. И проецирует картинку можно отокусировать картинку вот этим колесиком. И на потолок проектировать. И еще, кстати, прикольно то, что у него поворачивается вот эта штука. Можно проецировать на потолок. Возвращаем обратно. С этой стороны у него получается менюшка. Что-нибудь, нажмите там, не знаю. Все, вы YouTube выбрали. Но YouTube не работает в Китае, поэтому у вас ничего не получится. Красивые такие светильнички, похожие на луну. Интересно, дисками кто-нибудь сейчас еще пользуется? Ну, судя по всему, то, что у них нету никого, наверное, никто не пользуется. Наверное, да. А вот еще конкуренция. Nail, тоже ногтевой, в общем, принтеры. Народу вообще много, пожалуйста, офигеть. Вот такой вот принтер для ногтей. Управляется с помощью телефона. Отправляешь туда картинку, можно напечатать на пальчик. Очень легкий. И стоит он 499 долларов. В общем, здесь мы наблюдаем электросамокаты. Вообще, похоже, один в один на тело, Миша, то, что мы Полине подарили. Все то же самое. Даже складывается, здесь закрепляется. Есть подсветка. В общем, смотрите, здесь такой закос под AirPods. Продаются за 150 юаней. Продаются вообще. 140 даже он нас сказал. Похоже вообще один в один. И вот это вот постоянно отваливается от этой. Электровелосипед. Мы закончили. Ничего нового особого я не подчеркнул для себя. Мне только стиралки понравились. Это что-то такое интересненькое было. Увидел на ногтях какие-то новинки. Прям аппараты у них совершенно маленькие стали. Более такие доступные. И, собственно, и все. Больше ничего нету. Ну и, собственно, сводили Татьяну Анатольевну на выставку. Расскажите, как вам? Понравилось, не понравилось? Мне понравилось. Я вот именно что-то новенькое подчеркнула. И я, ну, я не знаю, будет воплотиться это когда-то в жизни или нет. Но возможность бизнеса какой-то нищей, я думаю, что это есть. Что-то поглядели, да? Взяли каталоги, да? Да. Да, кстати, ребят, мы взяли немного каталогов. Может, что-нибудь замутим, да? Да, может быть, замутим. Ну и все. Я думаю, что вам понравился этот выпуск. Ставьте пальчики вверх. Подписываемся на канал. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok